Продолжение следует... 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 Опа... Продолжение следует... 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 Дикая мысль. Кара за что? Что он сделал? После пары лет на комбайне он никогда ничего не созидал. Лишь скользил в управленческих структурах. И все у него складывалось необыкновенно легко, будто он договор с некой силой заключил, и она ввела его, огибая преграды. Орден легко принят в партию, в МГУ без экзаменов. Окончив, он ни дня юристом не работал, сразу втерся в руководящие структуры и к 30 годам возглавил весь краевой комсомол, не напрягаясь. Я это называю «сумел без мыла войти в анналы». Но партийная карьера гораздо перспективнее. Что ж, комсомольский вожак перескочил туда и в 39 лет был уже первым секретарем Ставропольского крайкома, что по советским меркам необычайно рано. Глава крайкома или обкома – это удельный князь. Подчинялся он лишь Москве, да еще поди уследи за ним. А вотчина порой равнялась целой европейской стране по размеру, обилию народа, промышленности и прочему. Власть большая. Чем же он запомнился на этом посту? Вы удивитесь. Ничем. На Ставропольских фото Михаил Сергеевич точь-в-точь подходит под описание не красавиц, но и не дурной наружности. Не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако не так, чтобы слишком молод. Да, Чичиков. Никакой, стертый, только с пятном. Когда он возглавил Союз, журналисты рванули на его малую родину выведать вкусненько из прежних заслуг генсека. Но местные лишь руками разводили. А его предшественники Федоре Кулакове пели взахлеб. Его любили и помнили. А Меченый скользнул прозрачной бесформенной медузой. У него даже команда не сложилась. И в Москву он приехал один, не притащив Ставропольских. Как Брежнев привел Днепропетровских, а Путин Питерских. Впрочем, одно землякам запомнилось. Прозвище Мишка Пакет. Так его величали за склонность принимать подношения. А Раиса любила навещать торговые базы, отбирая себе лучшие товары. Вращаясь в должностях, Горбачев заочно окончил второй вуз, сельскохозяйственный. Решайте сами, доверять ли этому диплому, но не хотел бы я оказаться преподом, который поставил незачет крупному начальнику. Однако теперь наш герой считался спецом по селу. Краем он правил 9 лет. Средненько, ровненько, незаметно. Да и отличиться особо негде было. В Ставрополье ни производства крупного, ни культуры, лишь более-менее колыхалось сельское хозяйство. Нашлась, однако, дырочка, сквозь которую грядущий царь смог взлететь. В его уделе оказались минводы, легендарный целительный курорт. Вождям страны лечиться за бугром не подобает, вот кремлевские долгожители и тянулись сюда, к Мишке Пакету в гости. А неформальное знакомство всегда крепче. Хозяин края и тут проявил умеренность. Приторно не выстилался, но преданность показал. На мелочевку всякое время не тратил, особо сблизился с председателем Совета Министров Косыгиным и с председателем КГБ Андроповым. Его бывший начальник, а теперь секретарь ЦК Кулаков, тоже помогал, чем мог. В июле 78-го он помог так, внезапно умер при невыясненных обстоятельствах. Возможно, самоубийство или не само. Сноска доказать пока нельзя, но сработать могли люди Андропова. Освободилось место секретаря ЦК по сельскому хозяйству, и Андропов вытащил на него Ставропольского князька. Зачем? Тогда никто не понял. В стране перемещения не заметили. Но американский политолог А. Браун внезапно заявил, вчера в Москве произошло событие исключительной важности. На пост секретаря ЦК КПСС избран Михаил Сергеевич Горбачев. Странно, правда? Почему для штатов карьера безликой тени исключительно важна? Что там о нем знали? И стал ли он уже тогда для них горби? На этом посту он, как обычно, проявился никак. Ни рыба, ни мясо. Офисный планктон. И тем не менее, или именно поэтому, всего через три года, в 1980-м, его ввели в состав Политбюро ЦК КПСС. Он стал одним из 14 главных людей страны. Это очень странно. Секретари ЦК обычно на этой должности и умирали. В высшую лигу попадали единицы. Вдобавок, нашему герою исполнилось лишь 49, а средний возраст членов Политбюро перевалил за 70. Эта палата старцев просто не принимала к себе юнцов. А Горбачев прошел. Чудом. Я же говорю, ощущение, что его ввела некая сила. Может, даже не из этого мира. На всякий случай поясню. Советский Союз управлялся исключительно через органы так называемой партии, КПСС. Так называемой, потому что вскоре после революции, году в 1919-м, она перестала быть политической партией, в привычном смысле превратилась в структуру госуправления. Структуру уникальную и по-своему мудрую. Работала она так. Любой желающий мог в нее вступить без блата и взяток. Нужно было лишь доказать свое чувство коллектива, а не эгоизм, веру в грядущее царство справедливости, готовность подчиняться дисциплине. Разумно и посиленно. Привилегий рядовой член КПСС не имел, но мог начать руководящую карьеру, если имел к тому желание и природную способность. Далеко не у всех они есть, кстати. Это лишь обыватель на диване думает, будто хочет быть начальником. Получив реальную возможность управлять, он останется на диване. Там спокойнее и проще. Карьера развивалась примерно так. Сначала активного коммуниста выбирали с секретарем первичной организации, порторгом цеха, корабля, кафедры в институте. Эта должность не кормила, исполнялась параллельно основной работе, но человек получал начальные навыки управления. Затем можно было перейти в райком, районный комитет партии, и от рядового члена подняться до инструктора или секретаря. Вот это уже считалось профессией. Секретарь курировал некую часть жизни района, первый секретарь управлял всем. Выше райкома – горком городской и обком областной. Власть та же, только на большей территории. Все главы обкомов когда-то прошли через райком и горком, постепенно повышая уровень ответственности и решаемых проблем. Еще выше – республиканские ЦК. У каждой из 15 республик Союза сноска, кроме РСФСР, что принципиально важно. У каждой из 15 республик Союза имелся собственный филиал КПСС – КП Украины, КП Армении и т.д. Первый секретарь филиала безраздельно правил республикой. Высшим органом власти был Центральный комитет ЦК, состоявший из нескольких сотен человек, максимально 412. Членов ЦК выбирали делегаты партийных съездов. Меньше десятка высших аппаратчиков становились секретарями ЦК. Каждый из них управлял некой областью жизни страны – промышленность, сельское хозяйство, культура и т.д. Ему подчинялись соответствующие ведомства. И уж совсем высшую лигу составляло Политбюро. Существовали и нормальные государственные структуры – советы всех уровней, министерства, но они не имели реальных рычагов управления и решали лишь технические вопросы. А всю стратегию и тактику определяло Политбюро. Впрочем, четко тут не разделить. Ведь его членами были и председатель Президиума Верховного Совета, и председатель Совмина, и все ключевые министры. Партийная и государственная власть своими верхушками срослись. Чем мудра эта система? Тем, что участвовать в управлении мог каждый желающий. И каждый мог сделать максимальную карьеру. И, что крайне важно, занять высокую должность рывком не мог никто. Все поднимались постепенно, а значит, учились управлять. Дело-то трудное и ответственное. Коррупция, кумовство, землячество случались и здесь, но лишь как исключение. В 1982 году отмучился Ветхий Брежнев, и начались перемены. Сперва взлетел старый чекист Андропов, а его любимец Горбачев стал вторым человеком. Чекист болел. Его хватило лишь на 14 месяцев. Однако протеже его место занять не смог. В политбюро грызлись группировки, и Андроповцы пока проиграли. И на трон лег полуразложившийся Черненко, не имевший ни сил, ни малейшей собственной воли. Трон в основном пребывал в центральной клинической больнице. Горбачева задвинули. Но ситуация стала шаткой. Бесспорного лидера в элите не нашлось. Появилась возможность влиять извне. И случилось вот что. В декабре 1984-го Горбачева с Раисой позвали в Англию. Кстати, есть мнение, что ключевые решения принимаются именно там, а не в США. Московский гость чаровал усердно и ошеломил флегматичных британцев. Горбачев то острил, то принимался спорить с членами парламента. Британцы заулыбались, когда он упомянул, что читал коридоры власти Сноу. Во время посещения британского музея, где Карл Маркс работал над капиталом, он пошутил, что людям, которым не нравится Маркс, следует внить в этом британский музей. Он приобрел несколько костюмов у Дживса и Хока, консервативных портных на Севилроу, которые шили военную форму для многих поколений королевской семьи. Раиса серьезно относилась к покупкам. Бульварные газеты лихорадила, когда она носилась по Лондону и размахивала золотой карточкой Американ Экспресс в Харротсе. Она приобрела бриллиантовые серьги у Кортье за 1780 долларов и пропустила запланированное посещение могилы Карла Маркса, чтобы взглянуть на королевские драгоценности в Тауэре. Конец цитаты. Тэтчер визитера одобрила, и он получил оперативную кличку Горби. Пока неизвестно, какие конкретно рычаги железная Марго имела в Политбюро, но результат последовал. Опасным конкурентом Горбачева в борьбе за пост генсека был хозяин Ленинграда, член Политбюро Григорий Романов. В 1974 году его дочь вышла замуж, и вдруг сейчас, через 10 лет, поползли слухи, якобы свадьбу играли в Таврическом дворце или в самом Эрмитаже, используя эрмитажную царскую посуду. Это была наглая ложь, но почему-то все знали это. Компромат типично западный. У нас бы его обвинили в отходе от марксизма-ленинизма или хотя бы в воровстве, но семейные скандалы – метод зарубежных спецслужб. Сенсацию выдал немецкий журнал «Шпигель», «Радио Свобода» и «Голос Америки» статью пересказали. Конкурента удалось убрать. После смерти Черненко в марте 1985-го Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. В марте 1990-го он стал также президентом СССР, а в декабре 1991-го Советский Союз распался. Обвиняемый автоматически утратил руководящие должности, закончил секретарь чтения биографии. Его дальнейшая карьера трибунал не интересует. Судья кивнул. Благодарю вас. Господа, цель сегодняшнего заседания – установить, имел ли место факт предумышленного убийства. Защита уверяет, что не было убийства даже по неосторожности, что Советский Союз развалился сам. Если мы установим истинность данного утверждения, дальнейшее расследование лишается смысла. Слово предоставляется ИСЦУ. Я поднялся на кафедру. Здравствуйте. Сейчас попробую сформулировать. Придя к власти, подсудимый начал сокрушительные, реформы. Не спорю, проблемы имелись, как в любой стране и в любое время, но их вполне можно было исправить, не круша социализм. «Чушь!» – выкликнул с места Горбачев. «Система прогнила сверху донизу, лишь коренная перестройка могла ее спасти». «Надеюсь, трибунал установит, что это неправда», – парировал я. «А пока хочу напомнить ваши слова, Михаил Сергеевич. Если бы я не начал реформы, то царствовал бы еще лет 15». Они означают, что за вами пришел бы следующий генсек и так далее. СССР процветал бы до сих пор. «Это было сказано в другом контексте», – сообщил подсудимый. Я переспросил, в каком. Бывший генсек не нашелся, что ответить. Я продолжил. «Вы или те, кто вами управлял, все рассчитали точно. Вы шли плавно, без резких движений, понемногу приучая народ к развалу. Вашу вину доказать непросто, поскольку ни один ваш шаг сам по себе страну не убивал. Однако все они вместе вели к одной цели». Вот ваши основные шаги. Так называемая антиалкогольная кампания, ослабление партаппарата, вывод войск из Афганистана, разрушение Берлинской стены, создание компартии РСФСР, организация так называемого августовского путча, Беловежский сговор. «Ну уж последние два на меня валить, это ни в какие ворота!» натужно засмеялся Горбачев, а я упрямо повторил. «Надеюсь, суд докажет, что и это ваших рук дело». Адвокат поднял руку. «Антиалкогольная кампания, вывод войск и разрушение стены – величайшие заслуги моего клиента. Ставить их ему в вину крайне неадекватно. Я требую психиатрического освидетельствования истца». В зале засмеялись, а судья покачал головой. Предложение отклоняется. Однако, если обвинения останутся недоказанными, истец ответит за клевету. Вот тут я испугался. Аж ноги ослабли. Нет, с совестью порядок. В своей правоте я уверен. Но найдутся ли юридические улики? Блин, каждое слово надо обдумывать, а то сам влечу по полной. Прокурор пришла мне на помощь. «Пока мы считаем достаточным установить два факта, что страна сама не рушилась, и что обвиняемый имел преступный умысел». Приглашается свидетель Рой Медведев. Хопаньки. С детства меня его имя забавляло. Пчелки с винни-пухом. Ну-ка, каков он на самом деле? Все, пока. Продолжение следует... Продолжение следует...